Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите. Не олимпийский греплинг и борьба до сдачи, признанный и почитаемый всей западной европейской частью мира вид спорта. Как он развивается в Рязани? Смешанные единоборства по-русски. В Рязани прошел крупный турнир среди судебных приставов по комплексному единоборству. Совсем как спорт. Смесь гимнастики, акробатики и танцев. Все это пол-дэнс. А теперь обо всем по порядку. Минувшая неделя, как обычно, выдалась богата на яркие спортивные события. Начнет нашу программу обзор спортивных состязаний, в которых участвовали рязанские спортсмены. Рязанский самбист Михаил Воробьев выиграл юниорское первенство Европы. На соревнованиях в Испании 19-летний воспитанник с дюшор родной край спорт стал лучшим в весовой категории до 68 килограммов. Напомню, в феврале Воробьев выиграл первенство России. В финале он тогда взял верх над земляком Никитой Кулешовым, которому теперь предстоит выступить на первенстве мира. Оба спортсмена боеспособны, и школа у них сильная, поэтому я уверен, что они подготовятся и выступят хорошо на международных соревнованиях. Отметил накануне испанского турнира старший тренер юниорской сборной Владислав Гаврилов. Соперники нашим баскетболистам в борьбе за пятые и восьмые места чемпионата достался баскетбольный клуб «Рускон» Мордовия-Саранска. Первый матч сложился драматично, зато весьма успешно для рязанцев. Выиграли со счетом 101-94. Второй матч уже в Саранске получился для рязанцев не таким успешным. Вырвать победу, как в первом матче, наши зубры так и не сумели. Поражением 76 на 75. Третий матч, в котором определится будущий участник серии за пятое место, состоится в Рязани в спорткомплексе Дворца детского творчества 27 апреля. А Рязань ВДВ потеряла первые очки в новом сезоне. В воскресенье 20 апреля десантницы дома сыграли в ничью 0-0 с пермской звездой 2005. Напомню, в прошлом сезоне команды завоевали золото и серебро и теперь будут представлять Россию в Лиге чемпионов. Защитники получили задание сыграть максимально надежно, сведя к минимуму числу ударов и к нулю добиваний. В целом им это удалось. За 90 минут у звезды 2005 было всего два полумомента. Хозяйки, в свою очередь, регулярно создавали острые эпизоды, но забить ее так и не смогли. Удары с убойных позиций либо шли мимо, либо оказывались слабыми и не доставляли проблем голкиперу. Днем раньше первый домашний матч сезона провела молодежная команда Рязани ВДВ. Она со счетом 1-2 уступила дублю звезды 2005. Греблинг. Это, пожалуй, самое молодое, однако довольно перспективное и зрелищное направление среди многих видов борьбы. Это единоборство возникло в середине 90-х годов. С тех самых пор борцы многих стран и континентов стали приверженцами греблинга. Немного о греблинге и о том, как он развивается в Рязани, пойдет речь в следующем материале. Греблинг совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин. Лишь с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Надо отметить, что в некоторых видах борьбы основной целью является либо позиционное доминирование, как, например, в вольной и греко-римской борьбе, либо получение очков за определенное количество бросков и других технических действий, как в дзюдо или самбо. Стремление же закончить поединок досрочно с помощью болевого или удушающего приема – это и есть основная особенность греблинга. Другой отличительной чертой этого вида борьбы является форма. Одежда спортсмена состоит из шорт и рашгарда, то есть обтягивающей футболки с коротким или длинным рукавом. Важно, что экипировка должна полностью прилегать к телу, чтобы во время схватки не давать никому преимущества. Греблинг в Рязани пока еще является довольно экзотическим видом единоборств. Между тем, в нашем городе проживает чемпион России по этому виду спорта Роман Гавриков. Это высокое спортивное достижение он завоевал на чемпионате в Самаре, проходившем в конце марта. По его словам, сам он выходец из греко-римской борьбы, однако травма колена поставила крест на продолжение карьеры. И после некоторых спортивных поисков Роман узнал о новом направлении – греблинге. Греблинг вообще симбиоз такой видов единоборств, где разрешает минимум ограничений, то есть фактически все болевые удушающие, за исключением которые ведут угрозе жизнедеятельности спортсменов. Ближе, конечно, это к бразильскому джиу-джитсу. То есть в принципе, что мы видим, что у нас, если взять смешанные единоборства, в основном доминируют сейчас бразильцы. То есть была такая дисциплина бразильская с джиу-джитсу, вроде не было слышно, не видно их. А когда произошел подъем именно смешанных единоборств, бразильцы все вышли и получили такую большую популярность изначально в миксфайте и затем как отдельная дисциплина. По мнению многих атлетов, занятия греблингом делают человека высокоустойчивым в борьбе. Учат использовать не только ноги или руки, а бороться всем телом. Также возрастает выносливость и сила. Человек приобретает отличные физические кондиции и, что немаловажно, преимущество в борьбе с представителями других боевых искусств. С недавнего времени в борцовские секции стала хорошей традицией приводить детей уже с раннего школьного возраста. По словам спортсменов, заниматься же греблингом желательно только после получения хорошей борцовской базы. Заниматься можно, конечно, именно греблингом с самых маленьких лет, но лично мое мнение, вот, конечно, лучше, наверное, все-таки у нас есть замечательные наши традиционные виды спорта, олимпийские виды спорта, у которых очень хорошая база, что, в принципе, доказывает тот же чемпионат России, где вот я боролся. Греблинг, по мнению многих борцов, вряд ли когда-либо станет олимпийским видом спорта. Из-за этого обстоятельства этот интересный и зрелищный вид единоборств не будет, скорее всего, иметь государственной поддержки, потому уже сейчас складывается определенный дефицит тренерских кадров. Впрочем, выступление рязанских греблеров на недавно прошедшем чемпионате России можно назвать весьма успешным. Наши спортсмены завоевали семь медалей разного достоинства, а трое – Роман Гавриков, Мария Дерганева и Евгения Чернощекова – прошли отбор в сборную страны, в составе которой они представят Рязанскую область на чемпионате мира в ноябре. Еще об одном экзотическом, но, возможно, даже более популярном виде спорта, который наверняка будет интересен как мужчинам, так и женщинам – это пул-дэнс. Сейчас во многих городах появились федерации, проводятся конкурсы и даже чемпионаты. О прошедшем рязанском рассказывает Наталья Новикова. На прошлой неделе в нашем городе прошел второй чемпионат по пул-дэнсу Рязани и Рязанской области. 19 участниц соревновались в номинациях спорта, классика и экзотик. Пул-дэнс – это одно из направлений современного танца, его еще называют «танец на пилоне» или «танец в шестом». В России это направление появилось сравнительно недавно, но уже приобрело характер эпидемии. Пул-дэнс сейчас преподают практически в любом фитнес-клубе. И это неудивительно. Пожалуй, это самое удачное соединение танца и спорта, гимнастики и акробатики. Шестовая акробатика начала активно развиваться в России и в мире более пяти лет назад. За последние два года произошел существенный скачок в развитии этого вида спорта. Связано это в первую очередь с тем, что в соревнованиях стали участвовать спортсмены с серьезной акробатической, гимнастической и танцевальной подготовкой. Это мое спортивное прошлое. Может быть, это немножечко и дает мне возможность, вообще какое-то преимущество, потому что спортивная подготовка все-таки играет роль. Однако у нас есть девочки, тренируются в нашем клубе, которые пришли абсолютно с нуля, не имея никакой подготовки и при этом сейчас показывают очень хорошие результаты. Все зависит от желания. Танец на пилоне удачно сочетает в себе грацию и гибкость, достойное восхищение растяжку и единение силы с выносливостью. А стройные, хрупкие на вид девчонки явно в отличной физической форме и могут похвастаться не только умением красиво двигаться под музыку, но и сильными мышцами и бесстрашностью, с которой выполняют настоящие акробатические трюки, порой практически под самым потолком. Наверное, ни один другой спорт не страдает от предрассудков больше, чем полдэнс, просто потому, что у большинства людей пилон ассоциируется со стриптизом. Тем не менее, это разные вещи. Вы можете себе представить гимнаста на перекладине? Вот с пилоном примерно так же, только в вертикальном положении. До сих пор, я знаю, бытует такое мнение, что действительно полдэнс вышел из стриптиза. Может быть, родоначальником и было когда-то стриптиз, какие-то танцы достаточно откровенные. Но сейчас это самостоятельный вид спорта, который требует огромных усилий, как я уже говорила, и растяжки, и терпения, и мы в тренажерный зал ходим. Работают все группы мышц. И я думаю, что это очень красиво в первую очередь. К стриптизу не имеет никакого отношения, потому что, видели, мы не раздеваемся. В том, что это действительно спорт, сомнений нет. И в том, что соревнования настоящие тоже. С адреналином, переживаниями, волнением. А моя собеседница, кстати, мастер спорта по спортивной гимнастике и мастер спорта по дзюдо. Я как будто вернулась на 10 лет назад. Опять в спорт и опять адреналин. Это, конечно, сложно, это тяжело. Сейчас вот отекли руки, но, однако, это того стоит. Потому что человек спортсмен, он всю жизнь остается спортсменом до конца своих дней. Ему это нужно, как наркотик. А еще Лена молодая мама и победительница сегодняшнего чемпионата в категории классик. Ну а полдэнс, видимо, ожидает длительный путь развития и признания. Как это было со множеством других видов спорта. Когда-то аэробика, например, была просто гимнастикой для коррекции фигуры под музыку, а рок-н-ролл танцем на танцплощадке. Некоторые виды спорта были просто времяпрепровождением, а сейчас многие из них вошли в олимпийскую программу. Так что при правильном подходе, пропаганде и организации, может быть, лет через 10, акробатика на пилоне будет включена и в олимпийские игры. Боевой вид спорта, который вобрал в себя самые действенные приемы, что было накоплено в других видах единоборств. Это универсальный бой. По характеру поединка он очень похож на бои весьма популярного сейчас смешанного стиля. В Рязани прошел турнир. В Рязани прошел второй отборочный этап Чемпионата Федеральной службы судебных приставов по комплексному единоборству. Это прикладной вид, созданный в начале 2000-х годов на основе наиболее рациональной техники бокса, кикбоксинга, вольной борьбы и самбо. Комплексное единоборство состоит из двух версий – спортивно-прикладной и универсально-полноконтактной. Универсально-полноконтактная версия начала внедряться в Министерстве обороны Российской Федерации после турнира сильнейших бойцов спецподразделений, который состоялся в городе Москве в 1992 году. В 2003 году было принято решение свести воедино спортивно-прикладное и универсально-полноконтактное направление, в результате чего появилась система комплексного единоборства. Универсальный бой – это относительно молодой вид спорта. Это спортивное двоеборье появилось в середине 90-х годов прошлого века в России и включает в себя выполнение упражнений на полосе препятствий, стрельбу из пневматического оружия, метание спортивного ножа и рукопашный бой на ринге. Возникновение универсального боя как самостоятельного вида спорта тесно связано с развитием прикладных боевых единоборств – рукопашного боя, самбо, дзюдо, джиу-джитсу, карате, бокса. Изначально весь этот арсенал приемов широко использовался лишь при подготовке сотрудников различных силовых спецподразделений. Универсальный бой зародился как попытка создать наиболее эффективную систему подготовки бойцов к действиям в условиях реального поединка, сохраняя при этом необходимый уровень травмобезопасности. Именно поэтому в правилах соревнований по универсальному бою особое внимание уделено определению разрешенной и запрещенной техники, а также принципам оценки приемов, выполняемых бойцами. Универсальный бой, изначально возникнув как военно-прикладной, стал достаточно популярным не только в силовых структурах различных стран, но и в мире. Сейчас же в рядах Международной любительской федерации состоят более 30 стран и проведено более десятка чемпионатов мира. На сегодня это все. Будьте спортивными, будьте активными. И пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА